Илья, я знаю одну такую твою слабость. Ты очень любишь ласку, когда приходишь домой. Да, безусловно. А к чему ты это спрашиваешь? Просто я тоже люблю, поэтому, когда возвращаюсь с работы, уставшая, меня всегда встречает мой кот, прибегает ко мне, мурчит, трется об ноги. Ну знаешь, кот этот тривиально, Оль. Собаки, кошки, этим уже никого не удивишь. Я предлагаю тебе завести мини-пиги. Знаешь, что это такое? Нет. А вот подробнее об этом расскажет Марьяна Бурылина. Доброе утро. Доброе утро. Как же вы решились завести такое чудо и как его зовут? Его зовут Митя, Митя Пит. Решилась я его завести изначально ради бизнеса, но и как бы был такой молодой человек, который хотел, чтобы у него жил мини-пиг, и в процессе он передумал. Когда я его привезла в Ярославль, он мне сказал, я передумал. Теперь мы с Митей живем вместе. Марьяна, расскажите, как вообще? Он живет в обычной квартире? Да. Он один в том живет? Он живет со мной. Ну вот понятно, кошки, собаки, общение с человеком, у них взаимопонимание. А как вот происходит общение со свинюшкой? Вообще, Митя очень общительный. Он все время охрюкает, выражая эмоции. Когда он слышит, что я готовлю, он кричит. Так, как бы в ожидании. А когда у него хорошее настроение, он просто бегает и похрюкивает. А если вот он дерется, допустим, как это происходит? Он пятачком как-то ударяет? Ну, он может подойти сзади, вот его ласка или его негодование может выражаться либо таким легким прикусом, либо он трется пятачком и щетинкой о ногу. Мариан, а что это за порода такая? Специальная, выведенная, декоративная, декоративный поросенок? Да, и станет ли Митя нормальным кабаном, как говорится? Я надеюсь, что он не станет нормальным кабаном. По его возрасту ему где-то сейчас 4 месяца, и я думаю, что это... То есть он еще совсем молодой? Да, он еще маленький поросенок. Ну, каких максимальных размеров он достигнет? Говорят, что будет не больше, но я в интернете читала разные случаи. То есть, возможно, и до 300 килограмм, да? Вот мы все наблюдаем. 60. Наблюдаем, что Митя вот прям кушает-кушает. Как он вообще? У него какие-то специальные диеты есть, чтобы он не располнил? Да, у них есть специальные диеты. Он утром кушает кашку, вечером кушает кашку, овощи, фрукты. Оль, как ты практически. А вот насколько говорят, что вот свинюшки, они вообще грязные такие животные, вот как Митя, он ходит, может, в лоточек? Митя чисто плотный, я его никогда не приучала к лотку, я его просто поставила, и он начал сразу же его использовать по назначению. То есть, столит всегда в одно место. Да. И про свиней именно так и говорят, что они всегда ходят в один угол. А нет ли какого-то специфического запаха в квартире от него? Чего можно опасаться, заводя себе такое животное? Можно опасаться только одного, что все люди будут на тебя смотреть. То есть, мебель Митя не грызет, обои не сдирает и никак не вредничает, думаю, вы хотите сказать. Вот не поверю, не могу. Ну, навредничать Митя может. Вот как вредничает Дмитрий? Дмитрий может навредничать, сходить в туалет, не в то место. Это прям только вредничать, это только на зло, да, специально. В тапочке как? Ну да, вот типа того. Больше он никаких плохих вещей не делает, он играет в игрушки, подкидывает, как все животные. Ряна, а ходишь ли на улицу с ним гулять, прости? Я хожу на улицу, мне очень сложно принимать внимание, потому что его много. Если мы идем по улице, то очень много внимания от прохожих, поэтому стараемся аккуратненько перебегать до работы. А собачки? А Митя вообще, он любит внимание? Может быть, он любит фотографироваться? Митя очень любит фотографироваться, он много фотографируется и с детьми, и со взрослыми, и Митю любят очень люди. А бывает ли такое, что может подходит на улицу какая-нибудь собачка, хочет поиграть с Митей, как он с ней общается? Я думаю, Митя сразу поднимается на руки, и общение заканчивается. Митя не общается с собачками. Они не понимают друг друга. Они принюхиваются к нему, пытаясь понять, кто это такой. Что это? Илья, вот ты же так мечтал, что знал, что к нам сегодня придет поросеночек настоящий. Хотел поддержать его. Марьяна, можно его поддержать немножко, Илья, на руках? Да, только у Мити есть небольшое возражение, но можно его... Нет, я... Это значит, что ему не нравится. Почему? Это нормальная реакция. Это нормальная? Да, это просто звуки. Что же он пятится назад и уходит от нас? Илья, какими глазами он на тебя смотрит из футболи? Ой. Оля, вот так я чувствовал себя, когда вел самое доброе утро впервые, друзья. Вот как Дмитрий сейчас себя ощущает. Заволчал, успокоился. Спасибо, Илья. Ой. Он как будто кряхтит вот такие странные ощущения. Успокойся, все нормально. Он худоват, по-моему. Он не поправляется, пока это подросток. Все, что он ест, говорят, идет в рост. Марьяна, спасибо вам за удивительное доброе утро, за вашего питомца. Мы желаем вам расти и процветать, чтобы Дмитрий всегда был радостный и довольный. И не достигать слишком больших размеров. Вам спасибо. Спасибо. Доброго утра. Субтитры сделал DimaTorzok